Здравствуйте дорогие друзья и соратники! Раскопки массового захоронения в Туле продолжаются. На данный момент раскопаны и убраны почти все гробы и скелеты. Археологи дошли до материнского слоя, так называемый континент, ниже которого по официальной версии следов человеческой деятельности быть не должно. Можно четко наблюдать высоту двух сооружений из красного кирпича. Судя по размерам, можно точно сказать, что это не склеп, а голбец или палати в разных местах по-разному. Есть мнение, что подобный обряд захоронения был заимствован у греков, которые хранили умерших в пещерах. Соответственно, на Руси покойника свивали берестой или клали в каменный гроб. Карста каменная еще называется. Чтобы быть склепом, у этого сооружения должен быть вход. Как правило, склепы строились для нескольких погребений. Здесь же мы видим, эти два кирпичных сооружения между собой никак не связаны. Потому насколько обвалился свод одного из них, можно понять, насколько изнутри он заполнен грунтом. У меня есть только два варианта нахождения кирпичных палати здесь. Первый, в них похоронены церковные иерархи прямо у стен церкви. Второй, в палатах погребены люди, получившие очень высокую дозу радиоактивного облучения. Если со вторым вариантом все понятно, то по-первых, есть вопросы. Как так случилось, что поверх захоронений высокопоставленных церковных иерархов были осуществлены другие захоронения, если это действительно было кладбище? А вот массовое захоронение после катаклизма на месте, отмеченного крестом или каким-то надгробием иерарха, вполне возможно, так как в чрезвычайных ситуациях люди поступают по аналогии. Если тут уже кто-то похоронен, то и братскую могилу сделать можно. Еще раз обращаю ваше внимание на текущую высоту этого сооружения. Если вы помните, в предыдущем фильме они были только едва видны. И вот вся эта высота, это были гробы, которые уже убрали. Я не берусь судить, сколько было уровней слоев и останки скольких человек были подняты, но если судить по предыдущему фильму, то можно сделать вывод, что их также было немало. Это известь, которая снята с гробов, про нее я рассказывал в прошлый раз. Надеюсь, вы заметили, осталось два человеческих черепа в стене ямы. Хочу подчеркнуть этот момент. Черепа очень близко друг к другу, что возможно только если их хранили одновременно. Также не видно частей гробов. Еще обращаю ваше внимание, что судя по расположению черепов, эти два тела лежали на север головой, в отличие от остальных погребений, которые были обращены на север ногами. И да, это не валуны, как может показаться на первый взгляд. И не круглые камни, это именно человеческие черепа. К сожалению, мне не разрешили взять проб грунта на радиоизотопный анализ. Когда я обратился к археологам за разрешением, мне был задан вопрос, какой слой меня интересует и с какой целью. На что я честно ответил, что мне интересен самый нижний культурный слой, который, как я считаю, является слоем пожара в 1834 году, а также грунт возле гробов. И нужно мне это для проведения радиоизотопного анализа. На мою просьбу был получен категоричный отказ. Итак, раскопки на месте массового захоронения продолжаются. Если присмотреться внимательно, то культурные слои, так отчетливо видимые справа, вдруг прерываются в том месте, где находились гробы. Как вы уже заметили, гробы уходят дальше, в стену ямы. Вероятно, это была широкая могила, которая начиналась прямо от стен церкви. По словам археологов, стороны копать они не будут, так как в земле артефакты сохраняются гораздо лучше. Они обследуют только территорию, на которой будет строительство фонтана и благоустройство территории. Мы продолжим следить за развитием событий, и в случае очередных находок вы о них обязательно узнаете. Хочу выразить особую благодарность липецким археологам и лично Алексею за их нелегкий труд, бережное отношение к истории Тулы, а также за помощь в проведении съемок. За сим не прощаюсь. Снег растаял, и начался сезон исследований на местах. Ожидайте новых фильмов и новых фактов. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.